На службу с ветерком. В пятницу по всей России стартовала акция на работу на велосипеде. Многие ивановцы решили ее поддержать. Велосипед это свобода от пробок, здоровый образ жизни и экономия. А если привычка пользоваться педальным транспортом станет массовой, еще и забота об экологии. Но чтобы люди присоединялись к велодвижению, необходимо создать для них комфортные условия. В городской администрации, например, адаптация к нуждам любителей крутить педали еще только началась. А желающих приезжать на работу на велосипеде здесь немало. Спасибо администрации, вот парковочка у нас не так давно появилась. Хотя бы есть куда пристегнуть велосипед. А условий как таковых, ну души нет, естественно, да, но мало где он, наверное, есть. А так, ну переодеться есть где и ладно. В Виталии велоспортсмен угадывается с первого взгляда. Мужчина участвует в соревнованиях, катается он и для души. Таким образом, до работы добирается не только по случаю. Хорошая погода – это уже повод прокатиться. Это хобби, это увлечение большое, это драйв определенный, это возможность управлять. Вот, ну многие любят ездить на автомобилях, вот эта мощь вся, да, но на мой взгляд гораздо интереснее ехать с большой скоростью, когда эту скорость выдает твои ноги. А вот работа у наших героев с педальным транспортом не связана. Но разве что косвенно. Виталий – врач-травматолог. По роду деятельности он прекрасно знает, чем может закончиться поездка на таком незащищенном виде транспорта. Но от этого желание крутить педали, рассекая воздух, у него не убавилось. Ну если соблюдать правила дорожного движения и верить и надеяться в то, что другие участники движения тоже будут их соблюдать, то я думаю, как бы можно минимизировать риски. Конечно, всякое случается, никто не застрахован, нет дорожно-транспортного происшествия, нет самочувствия какого-то плохого. Можно из дома не выходить, если бояться всего этого. Денис обычно по другую сторону камеры. Он видеооператор на нашем телеканале. Поездки на работу и обратно на велосипеде для него вообще ежедневный ритуал. Вне зависимости от погоды и времени года. На велосипеде намного удобнее, так как постоянные пробки, машин стало очень много, транспорт приходится ждать очень долго общественный. Поэтому велосипед, хоть по тротуару, хоть по дороге, кто как угодно, он всегда быстрее. А даже или так же, ну то есть им меньше проблем доставляет, как я считаю лично. По правилам велосипедисты должны двигаться по дорогам, не дальше метра от края проезжей части. Но зачастую обочины заставлены припаркованным транспортом. Приходится лавировать в потоке, нарушая правила, и создавать помеху другим участникам дорожного движения. Специализированных велодорожек нет. А если и будут, неизвестно, решат ли они проблему. Главное, чтобы у людей появилась именно культура езды, вот эта культура понимания. Потому что любой научный и технический прогресс должен идти в ногу с нравственным прогрессом. Если у нас просто отношение всех, любых водителей, любых транспортных средств друг к другу не поменяется, это не спасет ничего, ни светофоры, ни велодорожки, ни какие-либо переходы. Ну, то есть, это будет использовано не по назначению. Все это все равно будет заставлено или машинами, или там будут кто-то гулять. Иваново, хоть и не велосипедный город, но подвижки к тому, чтобы адаптировать пространство для любителей такого транспорта, все же есть. Управление благоустройства планирует приступить в этом году к устройству велосипедной дорожки на улице Ермака. Это от проспекта Ленина до Тимирязева. И в дальнейшем планируем продолжить этот момент и сделать от Тимирязева до стадиона Текстильщика. Там порядка тоже будет километра-километра с небольшим дорожки. Таким образом, посмотрим, как они будут пользоваться спросом, и будем в дальнейшем думать, где еще можно провести такие работы. Велосипед – самое популярное транспортное средство в мире. Преимущества его неоспоримы. Но пока велосипедистам просто нет места в Иванове. Хотя, возможно, большие изменения начинаются с малого. Всего одного дня в году, когда люди разных профессий едут на работу на велосипедах. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.